О том, что происходило в Мариуполе в день выборов и что думает местное население, мы сейчас вам покажем. Корвалом? Нас бабушкам было плохо. Как человек соответствовал? Участок пошел к нам? Я ходила всегда на второй этаже, наш участок был. Я просто там всегда голосовала. Туда и пошла, в Жернобыль. А как ваш человек с бюллетнями в другой участок? Человек бюллетень взял? С другого участка? Пришли к нам в наши кабинки голосовать в другой участок. А бюллетень где взял? Здесь. Взяли бюллетень здесь, а пошли голосовать туда. А вы можете рассказать, что случилось? Ничего не хочу рассказать, а ты все не должен. А? Здравствуйте. Здравствуйте. А кто у вас кандидат, где можно ознакомиться? А нам не выиграли? Бюллетенье только можно. Нам? Да, только вылечу. Интересно. А тут я, как правительственник, который не имеет права взять бюллетень, не хочу ознакомиться. Где я могу ознакомиться с данной информацией? В интернете. Нет, я пришла на избирательный участок. Я имею право ознакомиться с данной информацией? Чем вы можете мне помочь? У нас не обеспечили. У нас не обеспечили. Какое ознакомление? День выборов, никакого ознакомления не должно быть. Как это? Какое ознакомление? Это уже получается не ознакомление, а другое совершенно. Какое? Как другое? Информация о кандидатах должна беседить? Вы агитируете за человека, понимаете? Информация о кандидатах? Да. Информация была раньше. То есть информация не должна быть о кандидатах? Если человек пришел голосовать, то знает уже за кого голосовать. Понятно? Это нарушение. Это нарушение. Это нарушение. Это нарушение. Как это нарушение молодой человек? Это не нарушение. Так же, как написано? Если вы наш избирательный, вы приходите, берете бюллетень и смотрите, кто волонтирует. Там нет ни фотографии, ни биографии. Минимальная форма цена моя. Это быстрее, чтобы кто из автоносировал. Волю свою надо отдать. Излияние. За власть или за оппозицию? За оппозицию. Расскажите, вы сегодня пошли голосовать в такую плохую погоду. Что вас стимулировало? Хочу добиться хороших изменений. Город хороший. Хочу, чтобы люди жили в нем хорошо. Уже достал это власть и все остальное. Извините. Извините, пару слов, но если вы будете в себе держать, лучше расскажите. А что рассказывать? А что вы ждете от нового главы? Хочу, чтобы изменилось что-то. Он может быть молодой, энергичный человек. Что-то изменится. Вы голосовали за молодого, энергичного, да? Да. А этот человек ближе к какой-то финансово-промышленной группе, может, группе Тарута, Ахмедова? Или вы в этом не разбирались? Нет, я в этом не разбиралась. Но я хочу сказать, что пора уже молодым двигать у нас. Хочу молодого, энергичного. Хотите, чтобы Украина была? Конечно, конечно. Вы думаете, в России хорошо? Я хочу, чтобы была на Украине хорошая власть, которая думала о народе, а не о своих. Вот как Порошенко сейчас не продает вся у него кондитерская фабрика. Как замком-то гласит о том, что он не должен руководить этим всем производством. А мы живем на эту пенсию, на капли. Ну, может, мы сами виноваты в этом. Молчим, молчим, молчим. Да, может быть. Ну, а что вы хотите сказать? Что нам брать вилы и идти, как Лешко призывал? Что, вилы лопатами можно? Ага, лопатами можно, точно. Чтобы не как Лешко? Нет, я хочу, чтобы все-таки город был хороший. Вы выберете сейчас, сейчас выберете нового мэра, а он снова кажется негодяем. Ну, например. Не важно кто. Вы возьмете лопату, пойдете его рубать? Нет, рубать я его не пойду, но выскажу. А чего же ему бояться тогда? Раз никто лопатой не возьмет, рубать не пойдет. Вот именно. Ну, понимаете, должна молодежь идти, но не мы. А молодежь, я понимаю, им все равно. Дать несколько вопросов. Просто не часто увидишь молодого человека на избирательном участке в Мариуполе. Мы сегодня целый день наблюдаем. Что вас сподвигло пойти на выборы? Что меня сподвигло пойти на выборы? Ну, вообще отдать свой голос за это. Ну, проголосовать, чтобы, ну, не знаю. Просто проявить гражданскую сознательность. На основании чего делали выбор свой? Ну, больше, как бы сказать, агитация такая, ну, как увидел, какой этот. И, в принципе, ну, выбор свой основал. Ну, это мое. Вы верите в то, что будет лучше? Ну, надеемся. А если кандидат, за которого вы голосовали, вас обманет, вы готовы к акциям прямого действия для того, чтобы наказать его или заставить работать? Ну, думаю, будут следующие выборы и будут просто-напросто его, если он не выполнит обещанного, просто-напросто снять его. То есть вы готовы? Я не сторонник такого, как происходило, ну, короче, да какие события в Киеве были в 2014 году. То есть вы просто готовы один раз в два года или в четыре отдать свой гражданский долг, а потом все оставить на самотек? Ну, почему на самотек? Ну, что, будем смотреть этот и, допустим... Ну, все равно, вторую неделю окажется обманщиком, мы четко увидим. Ну, не за вторую неделю, конкретно, понимаете, нельзя же сделать что-то в городе за одну неделю. Ну, через год окажется, через полтора, ничего не делается. Не пойдете к нему с лопатами? Не давать на республике никто. Ну, этого я не знаю. То есть вы не готовы, да, делать то же самое, что в Киеве, чтобы его наказать? Ну, честно говоря, не то, что не готовы, я не знаю, как вам на это ответить точно. Если вам есть грязно, я не буду просто выключать. Можешь выключать. Спасибо. Пойки? Пойки? Я заблю, да? Не, я говорю, а вы... опора. Это хорошо. О, у нас целый день с нами. Пора, это замечательная организация. А что? Вы имеете против опора? Нет, ну что вы, это наши друзья, американцы. Спасибо. Мы не можем против... Давайте будем корректно, да? Что вы там забыли? Вы голодные? Давайте вас покормлю. Кофе будете? Нет? Проверяю, что... Нам до утра еще работать. Что вы там проверяете? Ну, я же не везу к вам в карман. Ну, просто смотрю, что соленага, может, какое-то предприятие вам предоставила... Там вы сами сбросились по 100 гривен и купили себе. И расфасовали. И расфасовали, да. Как мило. Очень. Вы знаете, каждый работает как может. К нам... Да, мы среди делали. Можно этого, могу, человека поменять, но по-моему, не... Нет, нельзя. Можно. Нельзя. Вы знаете, у меня сколько таких студентов. Вы хотите домой вернуться? Ну, это о многом говорит. Районная комиссия находится прямо в здании Метинвеста. Ну, так вот именно. Районная комиссия находится до этих скандалов в зданиях Метинвеста. Замечательно. Так, кількість голосів выборців, поданих за кожну місцевую організацію політичного парка. Укроп 18, опозиційний блок 377, сила людей 35, наш край 23.